Доброе утро, дорогие коллеги! Традиционно хочу начать с некоторых итогов, с информации прежних дней. Значит, все у нас идет, все секции состоялись, обсуждения где-то очень горячие, где-то не очень. Но мы решили, что по итогам нашей конференции мы сделаем открытую рассылку, приглашение, отрефлектировать, обсудить результаты всего того, что получилось, стоит ли продолжать, если продолжать, то что улучшить и так далее и тому подобное. Поэтому ждите. По итогам нашей сегодняшней конференции вы получите ссылку на возможность присоединиться к обсуждению результатов этой конференции и совершенствованию, если мы будем продолжать, подобных подходов в будущем. Ну а сегодня разговор, третий финальный день нашей конференции. Мы обсуждаем тему образования и его партнеры, образования и город. Есть ли образование за пределами системы образования? Для нашего университета, который гордо носит наименование городской, это важнейшая история, потому что мы всегда с вами мыслили все, что мы делаем в контексте востребованности, в городской среде, в городской жизни. И как раз сегодня мы позвали на нашу запускающую дискуссию коллег, которым есть что сказать на эту тему. Давайте, может быть, я всех представлю. Алиса Николаевна Лукашук, заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы. В Шарян Леон Николаевич, начальник управления проекта в сфере благополучия и долголетия. Мне очень название нравится. Спасибо. Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Михаил Владимирович Кларин, соучредитель и первый председатель правления Ассоциации русскоязычных коучей. Ну а, собственно, в системе образования он известен как автор множества книг, систематизирующих методы, технологии обучения и ряд других образовательных феноменов. Ну и давний партнер нашего университета, школа, которая фактически является одной, наверное, может быть, и самой, нет, одной из самых больших школ в столичном мегаполисе, в присоединенной части Москвы, в Новой Москве, Александр Анатольевич Ездов, школа 1788, директор, участник множества наших проектов. Начать я бы хотел с Олеси Николаевны. Вот, Олеси Николаевны, смотрите, вы работали, вы и учителем простым работали, и директором школы, и завучем работали. Вы вот как бы очень хорошо знаете систему общего образования, да и вузовского тоже, поскольку некоторое количество счастливых лет вашей жизни вы провели в Московском городском педагогическом университете, это дорогого стоит. Значит, и вдруг вы несколько месяцев оказались в администрации Москвы, в департаменте, и более того, я знаю, что ваши проекты связаны с внешними кооперантами. Вот предпрофильные классы, которые создаются в системе образования, это во многом основная как бы энергетическая составляющая этого проекта, это партнерство с вузами, с разными сферами, вот я знаю, что вы по медиаклассам работаете с информационными агентствами, с клиниками вы работаете по медицинским классам, с исследовательскими институтами по инженерам и так далее, да. Вот эти все разные партнеры вдруг как-то как такая лавина оказались вокруг вас. Чувствуете ли вы, что в системе образования есть нечто такое, что не отвечает потребностям этих партнеров? Или, так сказать, у нас с ними полная гармония и никаких проблем нет? Ну, не может быть так, что вот нет проблем, иначе мы бы не развивались. Нет, наверное, понимания общего, в чем роль каждого из участников этого большого предпрофессионального проекта. Нет понимания у школы, зачем им конкретно нужен индустриальный партнер, как они будут заинтересованы в тех детях, которые сегодня пока еще школьники. Если вузы нам еще ближе, мы им даем абитуриентов, то с индустриальными партнерами, конечно, сложнее. Но все очень по-разному. То есть вот, например, если говорить про проект медицинский класс, это общий проект департамента образования и департамента здравоохранения, и вот там два департамента сели и договорились о том, а что мы ожидаем от этого проекта, и какие мы вкладываем смыслы, каким содержанием, какими новыми решениями будем наполнять образовательную программу этих классов, с тем, чтобы они уже в школе соприкоснулись с профессией врача и не делали, к сожалению, такого ошибочного выбора в медицинском университете, который бы приводил к тому, что они отчисляются на втором курсе. То есть вот когда речь идет о том, что все сели и договорились, это получается. Но не со всеми проектами получается ровно хорошо. Потому что, конечно, в других отраслях, и в инженерной отрасли, и в IT-отрасли, конечно, такой договоренности нет. И она скорее для школ заключается в том, что действительно мы не чувствуем заинтересованность индустриальных партнеров в образовании наших школьников, потому что это еще такой большой трек от выпуска школьного до вхождения их в профессию. Через УС. Да, да, да. Но при этом надо сказать, что активную позицию они все-таки держат. Но в чем это, если можно так сказать, выгода такая каждого из партнеров состоит? В чем она заключается? Ну, если мы говорим там про IT-отрасль, то мы понимаем, что пользователями в IT-отрасли самыми популярными пользователями являются школьники. То есть это некое такое формирование лояльности к бренду, интересу к бренду. И, конечно, вот в этом отношении им интересно работать со школьниками, чувствовать от них некоторую обратную связь, запрос и так далее, и они вовремя реагируют. Вот. Если говорить там про медиаиндустрию, да, медиаиндустрия, это все-таки там, где продукт очень быстрый. Вот. Там, наверное, ближе отрасль к школьникам. И там уже любой школьник, выпускаясь из 11 класса, поступая в университет, приглашают таких ребят на работу, если видят в них действительно потенциал журналиста или специалиста в области медиа. То есть во всех отраслях очень по-разному. Но везде не хватает площадки переговоров. Площадки, на которые можно будет действительно понять, что этот проект будет так, сработает хорошо тогда, когда ожидание каждого из участников, и школы, и семьи, и ребенка, и вуза, и отраслевого партнера, тогда эти ожидания будут достигнуты, оправданы. И вот тогда действительно процесс пойдет. Вот мы как раз в последнее время, проводя такую серию встреч с директорами, которую мы всегда начинаем с такой спикер-сессии экспертной, где вузы и индустриальные партнеры представлены, ну и вот директора в зале. И уже вот во время этой дискуссии ощущается, что общие интересы у нас есть. Мы просто об этом мало говорим. Мы просто мало внимания уделяем, и подчас, конечно, уходим в зону формальности. Вот в этом проблема, ее, конечно, нужно очень быстро решать. Иначе, сами понимаете, двигаться надо быстрее. Можно это запустить. Вы упомянули, что им интересно непосредственное участие в решении, так скажем, каких-то производственных задач. А, конечно, конечно. Идичникам интересно, чтобы школьники пробовали что-либо изготавливать. Айтишникам интересно, чтобы школьники, ну и это реально есть, писали какой-то код, идеи какие-то. Я помню, что даже в STEM-проектах, в инженерных, такое тоже возможно, когда компания приезжает и ставит, как это сейчас слово есть, хакатон. Да, да, хакатон. То есть когда команды, значит, ребят пытаются решить какую-то сложную производственную проблему, может быть, не решить, хотя бы идеи набросать, подходы отметить и так далее. Вот нет ли здесь такого защитного барьера, что школа вот эти задачи по решению живых проблем как-то очень тяжело впитывает в себя? Конечно. Ну, опять же, все по-разному. Если школа, есть образовательные организации, которые давно сотрудничают с внешними партнерами, и у них такой сложности нет, но это достигается за счет вовлечения в школьную среду вот этих вот внешних партнеров непосредственно. Потому что, ну, я всегда говорю, учитель не инженер, инженер не учитель. Безусловно, нам нужно или, в чем мы, собственно говоря, сильно сомневаемся, что учителя школьного можно переучить на, там, инженера, да? Что у школьного учителя можно, например, научить тому, чтобы он преподавал курсы по предпринимательству. Или школьного учителя русского языка можно научить на то, чтобы он преподавал медиажурналистику. Мы категорически против этого, потому что о предпринимательстве должен говорить тот, у которого есть этот опыт. А о журналистике должен говорить тот, кто пишет, кого слушает, у кого есть этот опыт. Поэтому, конечно, если образовательная организация вовлекает этих внешних специалистов, то это получается очень неплохо. То есть это, конечно, мы же понимаем, что любое образование, это все равно совокупность хороших фундаментальных академических знаний и прикладных. Вот когда команда педагогов все-таки содержит специалистов, способных грамотно говорить и преподавать от той отрасли, о которой мы сегодня говорим, вот тогда это срабатывает. Если пытаются внутри, собственными силами, что-то как-то научиться чему-то, это, возможно, сработает и правильно, что в этом направлении идут. Но это не заменит человека специалиста, эксперта в этой области. С опытом. Конечно, да. Но дети же это чувствуют еще, дети же понимают, что учитель так перевоплотится, то есть сначала она говорит про грамматические правила на русском языке, а потом она вдруг с ними говорит о современной медиажурналистике. То есть переключиться тоже детям надо, и они ощущают, что когда опыта учителя нет, когда он преподает то, как надо это делать, но сам этим делом не занимается, они это очень быстро считывают, их не обманешь. Да, коллеги, напомните мне, на этой нашей рефлексивной встрече я покажу недавно завершенное исследование по базовым компетенциям студентов разных профилей. Его делала Россия – страна возможностей. Сейчас они показали нам некоторые предварительные результаты. Там очень интересные гипотезы на этот счет со специалистами разных профилей. Но тут я вот как раз к Леону Николаевичу хотел обратиться. Вот смотрите, все-таки красивое название, еще раз зачитаю. Управление проекта в сфере благополучия и долголетия. Короткое и красивое. Вот говоря о сфере социальной защиты, принято считать, что обычно в социальной защите главное – это выдержать некий социальный стандарт. Вот как бы, ну как вот стипендии там студентам раздать, обеспечить там выплату каких-то там пособий определенным категориям гражданам. Следить за тем, чтобы, я помню, на наших студентов это произвело впечатление, когда кто-то из вашего департамента рассказывал, как осуществляется забота о лицах без места жительства. Это тоже непростая гигантность. Мы это, может быть, не видим, да, но это вот есть, да. Кто был в некоторых там зарубежных городах, они, многие наши сограждане там впечатлялись, ничего себе, сколько тут бездомных, да. Это большая гигантская работа, как вот с этой сферой иметь дело. И это действительно есть вот социальный стандарт, и нужно его обеспечить. А образование, оно как бы немножко про другое. Тут вроде бы ученик должен сам испытание определенное пройти, чтобы что-то понять, экзамен в конце концов сдать. Вот получается ли тогда, что в вашей сфере образование – это такой чуждый элемент, вы должны там благо социальное обеспечить, а вот эти испытания, которые должны пройти студенты, это не ваша история. Или все-таки вам тоже приходится иметь в сфере социальной защиты дело с образованием, и это граница искусственная? Спасибо большое за вопрос, Игорь Михайлович. Вы совершенно правы. До какого-то периода времени все абсолютно точно, шаблонно считали, что если мы говорим про социальную сферу, то мы говорим только про такие вот базовые направления, как льготы, выплаты и надомная служба. Вот это три кита, возможно, которые оставили какой-то некий такой отпечаток социальной службы. Но социальная служба, она меняется вместе с городом. Давайте не забывать, где мы живем. Москва – самый социально ориентированный город. На сегодняшний день более 50% бюджета Москвы уходит на социальную сферу. Конечно же, мы огроменный город и ресурс, которые должны и оперативно реагируем на изменения глобальные в мире и в стране. И это все не может оставить нас в стороне. Мы должны понимать, и мы прекрасно понимаем, что мы развиваемся вместе с потребностями населения. В 2017 году по поручению Сергея Семеновича мы всерьез стали задумываться, действительно ли социалка именно занимается теми направлениями и потребностью населения 100% удовлетворена. Мы тогда всерьез задумывались и взяли эту работу, провели некое такое исследование, опрос среди старшего поколения, в том числе, потому что мы занимаемся преимущественно и москвичами старшего возраста. На что нам московское население ответило? Что не хватает в социалке темы трудоустройства, темы досуга, темы здоровья и темы образования. И это, по сути, послужило таким вот фундаментом для принятия решения. Вы знаете, прекрасно являетесь нашим партнером, стратегическим, я бы даже сказал, партнером в проекте «Московское долголетие». Мы по поручению Сергея Семеновича 1 марта 2018 года, опираясь на новые введения и потребность населения, сформировали проект «Московское долголетие», где образование занимает далеко не последнюю строчку и одним из популярных направлений среди москвичей старшего поколения. Казалось бы, социалка, но без образования никуда. И мы эту историю активно развиваем. В этом направлении сегодня тоже опираемся и движемся. Потому что московскому пенсионеру важно не только льготы, важно не только получать надомные услуги, но у нас есть огроменная, слава богу, целевая аудитория, которая готова активно, с пользой для души, для тела, для ума проводить время. И тут, конечно же, образование играет ключевую роль. Да, вы знаете, вот как изменилась в этом смысле ситуация. Сейчас часто в центре можно встретить пенсионеров, проводящих экскурсии, которые вот так рады кого-то чему-то учить и для кого-то это и дополнительный заработок. И на будущее вы видите, что образовательные программы в сфере, в социалке, они будут наращивать обороты. Обязательно они должны идти дальше и развиваться. Мы проанализировали рынок труда среди старшего поколения. И самые популярные направления на текущую пятилетку проекта «Московская долголетия» среди москвичей старшего возраста, совершенно право говорить, это гид, няня, садоводство, ландшафтный дизайн, топовые направления, которые мы с вами в проекте «Московская долголетия». Гид, няня, садоводство – это продачи, да? Это продачи. И ландшафтный дизайн – это же сложно. А это вокруг да около сложно, но это более современно. Это еще раз нам показывает и доказывает, что московские пенсионеры готовы развиваться вместе с городом. И если смотреть на портрет московского пенсионера в начале нулевых и в 2023 году, это совершенно два разных человека, совершенно разные потребности и желания. Поэтому, конечно, надо развиваться, конечно, надо обучаться. Есть большой спрос на повышение квалификации, переподготовку, потому что люди понимают, что 40 лет проработали в одной отрасли, вроде как вышли на пенсию, но хочется дальше. Где-то себя чувствовать важным, нужным, и многие даже уходят в самозанятости. И мы здесь, конечно, помогаем людям, мы предоставляем бесплатную возможность получить квалификацию и программу переподготовки пройти. Да, спасибо большое, Леонид Николаевич. Мы действительно до нашего сегодняшней встречи обсуждали Леонид Николаевичем, что есть программы, где бы мы могли попилотировать, попробовать. То есть мы не уверены, что эти программы стопроцентно выстрелят, да, что на них там придет много обучающихся. Но попробовать стоит, а вдруг, да, может. Потому что особенности те практики, где участвовали наши студенты в работе с пенсионерами, они иногда приносили очень плодотворные, очень востребованные образовательные программы, потому что их просто смело попробовали, они получились. И это очень здорово, что такая система сложилась. Но дальше у меня вопрос, Михаил Владимирович, к вам. Вот вы прекрасно знаете, как устроена система консультирования, система работы со взрослыми за пределами как бы традиционной системы образования. Да, вы очень много в это вложили, и я знаю, что вы пилотируете такие крутые направления работы, которые, может быть, очень забегая вперед сейчас выглядят, да, на фронтире. Cutting edge, так сказать, да, вот на фронтире впереди. Вот вопрос такой. Можно ли сказать, что какие-то образовательные технологии сейчас нарочито существуют за пределами системы образования, и будучи отработанными там, они дальше в систему вернутся? Они как бы повлияют, ну, то есть они как бы вышли, чтобы там отпилотироваться, а потом вернутся и тем самым поменяют систему. И это тогда для нас, как для университета, вызов, ну, или как бы необходимость работать с этой внешней средой. Или, может быть, это два разных мира со своими законами, и нечего здесь особенно заморачиваться. Вот не знаю, понятно ли я спросил, может быть, нужно уточнить. Извините, Михаил Владимирович, нам звук не идет. А, микрофон нужно включить вроде бы, да? Микрофон, да. Добрый день. Ну, смотрите, постановка вопроса немножко для меня такая не сильно понятная. Почему? Потому что при постановке вопроса важно, как мне кажется, ну, и для меня важно понять с позиции каких акторов или какого актора он задается, и для решения каких задач. Вот, если это чисто познавательно, ну, так абстрактно, как оно вот бывает и как оно существует, ну, конечно, я могу так сказать. Ну, вопрос для чего? Что касается системы, давайте вот вне системы, внутри системы образования. Да, я знаю про образовательные практики, которые рождаются или рождались вне системы образования, но не потому, что они специально выходили в какое-то свободное поле, чтобы там порезвиться и попробовать поэкспериментировать, потому что там свободно и нет ограничивающих норм и рамок, а потому что, не поэтому, специально никто ничего не придумывал поэкспериментировать за пределами системы образования. Ну, вот если взять, например, ну, просто для примера, возьму школьный возраст, хотя там не только школьники участвуют, экстремальное образование, это инновационная практика, которая родилась в нашей стране, именно в нашей стране, в Сибири. Это прежде всего Томск, Красноярск, потом Новосибирск, потом Москва и Петербург, потом. И это очень интересная практика. Она родилась не потому, что кто-то хотел вообще поэкспериментировать за пределами, а потому что она откликалась на потребности, неудовлетворенные потребности подростков, прежде всего, и их родителей, и педагогов. Так вот, в ней участвуют педагоги, которые принадлежат своей большой частью своего жизненного рабочего времени, они принадлежат к системе образования, но когда они работают в экстремальном образовании, они как бы вне, это для них, как угодно можно считать, досуг, вторая профессия, что угодно можно считать, или дополнение к обычной профессии. Но хочу сказать, что это не специально придуманный лабораторный эксперимент, давайте мы сейчас вот что-то попробуем, а отклик на потребности. Поэтому, вот, мне кажется, что если смотреть с точки зрения акторов расширяющейся городской системой, или систем, то, точнее, систем городских, то тогда надо смотреть на образовательный опыт. А это другая категория. И категория образовательного опыта пока что не входит в набор традиционных образовательных категорий, которыми мы оперируем. Но, слава богу, расширяется. Вот я сейчас только что услышал в выступлении коллеги слова «отрасль», «маркет», «маркетинг», «бренд». А в образовании такие слова еще 15 лет назад не очень употреблялись, сейчас вполне. Так вот, образовательный опыт – это аналог пользовательского опыта «user experience» из IT-индустрии. Это, мне кажется, одна из важнейших категорий для выстраивания городских образовательных практик. Ну, то есть, правильно ли я вас понял, Михаил Владимирович, что перенос технологий из системы образования за пределами, из разных социальных практик в систему образования, это во многом случайный процесс и просто зависит от ситуации, работает, не работает, есть там необходимость применить этот опыт или нет. Это не искусственный проект, в этом как бы тезис. Так, Михаил Владимирович замерз. Ну, главное, он сказал. Да, мы попробуем еще раз подключить. Возможно, обрыв на той стороне, да? Ну, в любом случае, коллеги, смотрите, у нас с вами часто, ну, у многих из нас есть какие-то площадки, где мы обсуждаем образовательные технологии, методики в широком социальном контексте, и мне кажется, что эта тема еще недостаточно осмысленна, недостаточно, ну, как бы, понята с точки зрения такого феномена. Вот что я хотел спросить Александра Анатольевича, чтобы посмотреть на эту проблематику партнерства образования и необразования с более, может быть, прозаических таких позиций. Вот иногда, работая с разными аудиториями, мы используем вот этот вот жанр. Покажите, пожалуйста, на слайде. Помните этот фильм? По-моему, он назывался «Член правительства» Александра Соколова, героиня Морецкая. Она тогда выходила на трибуну и говорила, вот я простая русская баба, мужем битая, попами пуганная, врагами стрелянная, и вот я вам скажу, да. Вот я знаю, что вы наблюдали за тем, что происходит у нас в университете, ну, и наблюдаете давно, и знаете про наши заморочки, про наши идеи партнерства образования и необразования. Вот так, по-честному, это действительно такие заморочки, или там вам, как практику, вам, как человеку, который многие образовательные проекты реализовал в системе столичного образования, это кажется, ну, некоторым временным увлечением, которое пройдет. Вот какие ваши суждения на этот счет? И нужно ли вам, как директору школы, вообще это все? Ну, вот даже из тех примеров, которые сегодня были, Олеся Николаевна говорил про школьников, а Леон Николаевич говорил про пенсионеров, и тот, и другой, относился к обучаемому как к субъекту. То есть и там, и там цель научить. Олеся Николаевна хочет, чтобы наши школьники, что мне кажется, в отличие от индустрии, про которую вы говорили, Олеся Николаевна этого не хочет, они хотят использовать, они здесь пользователи вашего продукта, ну, нашего продукта, а не люди, которые субъектно относятся к ученику. И также Леон Николаевич, когда говорил про людей, которые уже, ну, формально закончили свой трудовой путь, они получают новые профессии и возвращаются. Ну, и Леон Николаевич понимает, какие это профессии, что им интересно. То есть, опять-таки, субъектная позиция по отношению к обучаемому. И мне кажется, в этом здесь, ну, собственно, вот тот успех, который может быть. У себя в школе я, ну, вижу такие же примерно схемы, которые работают, когда ты относишься к учителю как к субъекту и помогаешь ему в развитии, ну, немножко даже помогаешь, создаешь условия для его развития, он их берет и развивается. Ну, вот, например, мы довольно давно с учителями вместе занимаемся спортом. У нас есть чатик, куда любой может вступить, и там происходят или какие-то челленджи, в которых учитель может участвовать, или просто выкладывать свои спортивные достижения, любые абсолютно там, очень скромные. И знают, что тебя поддержат, что тебя похвалят, тебе предложат что-нибудь, или даже дадут совет более опытные. И второй такой же чатик для обсуждения культурных событий. То есть учитель сходил в театр, посмотрел какую-то постановку, был на выставке, или прочел какую-то книгу, выложил короткую рецензию, и люди объединяются на обсуждения, такие неформальные того, что произошло, и с удовольствием делятся, и опять-таки поддерживают друг друга. И здесь вот эта субъектная позиция позволяет учителю, находясь в этой среде, развиваться в том или другом направлении. Но вот если говорить про тот самый спорт, то учитель, который готов выложить в чат даже просто своим коллегам, а их там в районе 400, начинали мы с 20 несколько лет назад, фотографию свою в спортивной форме, там вот молодая учительница, не очень накрашенная, с прической не самые, так сказать, оптимальные после пробежки. Вот, тем не менее, делятся тем, как она выглядит. И это, мне кажется, тоже очень важно. А кто-то только смотрит пока, и сам не готов так же вот смело поступить, но восхищается, значит, подвигом коллеги, воодушевляется, ну и в эту сторону там, теми шагами, которыми может, двигается. Тоже в некотором смысле образование, оно такое, ну, очень, очень неформальное, но, тем не менее, оно происходит. Это не часть образовательной программы? Абсолютно нет. Это вот для... Нет в часах физкультуры, во всяком случае. Да, да, нет. Это абсолютно для желающих. И это только для учителей, они понимают, что это там, скорее всего, наружу там их детям не попадет, а иногда они сами это отдают своим детям, показывая, что они вот такие тоже, это тоже они. Вот то, что Олеся Николаевна опять-таки говорила, что учитель русского языка с трудом может стать медиа-специалистом. Ну, потому что вот он про правила и про строгие регламенты и каноны, а тут, значит, такая история более расшатанная, и чем она расшатаннее, тем, значит, лучше. А тут учитель двигается примерно в эту сторону. А вот я вот такой вообще-то, а не только, значит, могу себе пучок сделать и на урок прийти. Ну, условно. И мне кажется, что вот здесь можно двигаться и можно получать дополнительные какие-то бонусы и тому человеку, который развивается, и самой системе в целом, но субъектное отношение здесь является принципиально важным. То есть вот как можно ли это так интерпретировать, что там субъектное отношение – это как раз та сквозная задача, которая удерживает и образование, и вот политику в других сферах. Понимание, как человек может управлять своей собственной жизнью, какие навыки здесь нужны, как это проявить. Ну, вот действительно, коллеги, да, Михаил Владимирович, вот мы видим, снова подсоединился. Вот это увлечение зелеными компаниями, бирюзовыми, там, как они правильно называются, да. Я помню, что когда мы в университете делали открытую лекцию кого-то из бизнес-консультантов на эту тему, да, это оказалось очень живым, очень воспринимаемым именно образовательным сообществом. Когда стали трансформироваться бизнес-проекты, появились бирюзовые организации, agile, какие там еще есть слова, да, вот эти все характеристики, связанные с проявлением субъектности сотрудников, да, образовательное сообщество как-то это заметило, да, мы, может быть, не замечаем всякие там котировки, курсы, компаний там есть, они нет, значит, не замечают. А вот это очень заметили и обсуждали, да, вот тут что-то есть наше. Михаил Владимирович, вы вернулись к нам, да, я тогда вас спрашивал про то, что, наверное, нет какого-то искусственного проекта по трансферу технологии системы образования за пределами и из пределов внутрь нее, но есть проблематика схожая, да, вот как проблематика субъектности, по версии Александра Анатольевича, которая оказывается решаемой за счет поиска вот таких именно образовательных технологий, нет? Да, проблематика субъектности действительно универсальна сейчас. Часто она звучит как авторство своей жизни, если говорить так обобщенно, а если говорить про корпоративные или деловые контексты, то эта субъектность обычно выступает как инициативность, самостоятельность, вот примерно, и ответственность. Вот эти вот категории, и они вполне рабочие категории, не абстрактные, для корпоративного, делового использования. Вот, но если говорить про трансферы, то я вижу очень серьезные трансферы из образовательных практик в сфере образования взрослых и особенно в бизнес-образовании в школу. Ну, например, проектная. Школы уже давно забыли, что было у нас 20-е годы, как работал Блонский, как работала Бодрая жизнь. В общем, вот, школы забыли, потому что, так же, как, кстати говоря, и в Штатах, про Дьюи знают только специалисты и про Килл Патрика. И метод проектов там живет в бизнес-среде и в школьной среде, там это никто не выкорчевывал никакими постановлениями. Ну, просто живет и живет, как некая устойчивая линия. Но он был переоткрыт в последние, вот где-то на рубеже 90-х, 2000-х годов, он был переоткрыт. Обучение в делании просто вот заново открыто. И никто на Дьюи даже не ссылается, и на Килл Патрика. И дуин, да, пресловутая. Это очень интересно. Да, дуин бай дуин. И, то есть, вот, правда, ну, как будто не было ничего 80 лет до того, да, до начала нашего века, тому назад. Вот, у нас аналогично, вот, agile в школе, вообще, это супер-супер-новация, она пришла из бизнес-среды. Даже не из образования бизнесового, а именно из среды бизнесовой. Так что трансфер происходит, и очень быстро происходит. Вот, и опять-таки, я возвращаюсь к идее пользовательского или образовательного опыта. Мне кажется, очень продуктивно на эту точку зрения стать, посмотреть на образовательный опыт. И образовательный опыт в широком смысле слова не только учеников, независимо от их возраста, но и всех, кто с ними работает. Так аккуратно я говорю. То есть, педагоги, андрогоги, все, кто с ними работает. Вот, мне кажется так. То есть, трансфер идет из разных других сфер, поэтому есть смысл смотреть, очень поддерживаю название вот эти слова социо-культурной практики. Мне кажется, надо смотреть шире гораздо на социо-культурной практике, потому что именно там почва практики, не системы, которые сверху вниз как выстраиваются, а практики, которые растут в том числе и снизу вверх. Ну, в разные стороны они растут, да? Сверху внизу, снизу вверх. Вот, мне кажется, для трансфера стоит все время это отслеживать, а отслеживать можно не только в наблюдательной позиции, но и в позиции акторов. Вот второе, мне кажется, вообще самым продуктивным. Авторов? Акторов. Акторов деятелей. Акторов. Да. Да, спасибо, Михаил Владимирович. Все время возникает вопрос, о чем бизнес заморочился этой субъектностью, этим аджайлом, но вроде бы про это тоже есть текст, тексты, что вовлеченность капитализируется, она приносит дополнительные эффекты. Совершенно верно. Мне, например, просто в прямую вести диалоги с первыми лицами на тему вовлеченности, как повысить вовлеченность сотрудников в компании. И есть измерители для этого, ну, это такая корпоративная микросоциология, опросники, и это отслеживается, и, да, действительно, это капитализируется. Да. Причем сами компании не обязательно занимаются верификацией, насколько что выросло в смысле финансовом, но принципиально это известно, что вот пока... Да. Ну, в общем, ответ мы получили, но вот, Олеся Николаевна, вот тут я хотел бы зацепиться за ваш последний тезис, где вы говорили, что делают учителя, что привлеченные внешние эксперты, и действительно те, кто приходят в предпрофессиональные классы, да и не только в них, а и в разные другие школы и практики, они во многом разбирают какие-то живые примеры из своей производственной, будем говорить, практики и так далее. Но ведь что здесь как бы напрягает, где возникает вопрос? Это действительно будут всегда два разных мира, вот, собственно, творчество и создание нового это с вот этими носителями кейсов, а учителя будут сидеть в своей замке из слоновой кости, которая называется фундаментальное образование, и как бы не обращать внимания на создание реальных продуктов, которые есть за пределами школы во всех этих инженерных, медицинских и других практиках, над которыми возятся. Или все-таки какая-то синергия между мирами? Я могу так сказать точно, так быть не должно. Не должно все? Не должно. Ну, конечно. Но мы же понимаем, что так будет, наверное, до тех пор, пока измерителем работы учителя будет являться на выходе там один только, одно только экзаменационное испытание, к счастному итогу и аттестации. Несмотря на то, что сейчас, несмотря на то, что сейчас, ну, действительно, задания становятся серьезнее, они действительно сейчас, если дети вот делятся, например, заданиями по обществу знаний, с которыми, к сожалению, там не все справлялись, это задание, предполагающее свою оценку на основе своего опыта, например, у детей, да? Вот. И, несмотря на то, что, конечно, задания становятся более творческими, уже больше открытых вопросов, вот таких вот угадаек уже меньше, но, тем не менее, что мы заметили? Значит, какая интересная история. Смотрите, мы в этом году сделали два параллельных трека для того, чтобы, ну, площадка для обучения учителей решению задач, ну, и в том числе сложных задач государственной итоговой аттестации. Первая площадка была, это наши курсы повышения квалификации с методистами, и другая площадка, это просто площадка для общения учителей, мы их так назвали, ресурсная площадка, где один учитель, такой же учитель из московской школы, у которого блестящие результаты детей в государственной итоговой аттестации, вот, он, ну, является таким вот вожатым этой команды, и они обсуждают решение задач. И когда мы обратную связь получили, ну, то есть они вместе, без методистов, без каких-либо там надзирателей, вот это только их тусовка, этих учителей, и они просто разбирали различные задачи, ну, по большей степени, естественно, сложные. И мы потом обратную связь собираем от учителей, что, собственно, им вот помогло в том, что, ну, вот в этой подготовке детей там к решению сложных задач. И там был очень интересный ответ. Вот мне, ну, даже, ну, даже не стыдно признаться, потому что это, ну, это правда, и мы не можем это не принимать во внимание. Один учитель говорит, вот курсы, вот те с методистами, они, конечно, были какие-то сомнительные. Да, да, да. Вот они какие-то сомнительные. Вот другое дело вот это вот ресурсные центры, где были только учителя, и не было никаких надирателей. Они не стеснялись сначала, а мы, естественно, чуть-чуть подглядывали там за их обсуждением, и оно такое эволюционировало. То есть сначала, как и многим присущим учителям нашим российским, это страх признаться, что ты что-то не знаешь. И вот они, вот не знают, как решать, ну, и там начинают, видео отключают, если где-то что-то там, связь не так вошла. Ну, то есть они стеснялись признаться, что что-то не так. И это было, ну, что они что-то не знают, что-то не умеют. Потом уже со временем эти барьеры начали преодолеваться, уже начали спокойнее, свободнее общаться. У гуманитариев там вообще дискуссии у литераторов были просто шикарные. Кстати, мы экзамен по литературе сдали блестяще, блестящий экзамен по литературе сдали. Москва? Да, да. Вот. У нас прирост на почти 10 средних баллов. Вы это связываете с работой ресурсов? Да, 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 да. Вот, потому что и у нас и одновременные и результаты стобальников выросли в три раза. И, ну, количество стобальников. И количество непреодолевших или, ну, слабо справившихся с экзаменом тоже сократилось почти в три раза. Да вы что? Да, то есть вот этот вот тренд, он пошел туда, да. Регия, эксклюзивная информация, вы этого еще никто нигде не слышали. Пока еще, да. Вот. Поэтому, конечно, вот такие площадки, площадки, их очень важно организовать. Но какая еще одна фиксация? Я прошу прощения, что много времени занимаю, но это очень важно еще сказать. Посмотрите, мы, к сожалению, вот эти вот задачи экзаменационные, мы научаем решать эти задачи, но мы не строим образовательный процесс как учебную задачу, сам урок как учебную задачу. То есть мы их используем как средство контроля. Не как средство формирования этого знания, эту учебную задачу, а как только средство контроля. И вот это на этих площадках тоже было видно. То есть когда они начинали делиться практиками, а как лучше, и это в особенности те учителя, которые работают такие с высокомотивированными детьми, они об этом говорят, что вот надо использовать эту задачу не просто как проверить, а нужно вообще сам процесс выстраивать так, чтобы формировалось знание в процессе этой учебной задачи. Задачный подход. Задачный подход. Чтобы все бралось с задачным подходом. Да, вот таким вот образом. И вот тогда, конечно, вот наша популярная ошибка, которая отчасти повлияла на государственный итоговый экзамен, это вот именно использование, мы понимаем, что это одно пока мерило результаты учителя, вот такое вот объективное, да, вот, и использование этих задач, к сожалению, только как средство контроля. Вот это вот очень, вот это очень плохо. То есть если мы дальше начнем двигать этот процесс, вот мы уверены, что вот уже таких сложностей с преодолением сложных, с решением сложных задач уже не будет у детей, если мы перестроим. Что ценится, то и оценивается. Да, 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 да. Слушайте, вот, Леон Николаевич, тут неожиданно с подачи вот Александра Анатольевича мы вышли на эту сквозную тему субъектности. Я вспомнил, что вы упомянули некоторые, как это говорят на Руси, KPI, некоторый показатель, количество самозанятых. Это действительно попало в сферу ваших интересов? Вам важно, чтобы ваши, ну, как бы клиенты, все, кто вовлечен в сферу деятельности департамента, тоже сами начинали что-то делать и себя обеспечивать? Это прямо есть такая задача, есть такой KPI, или это все-таки как бы боковая история для вас? Ну, изначально мы такую историю себе, такую задачу себе, конечно, не ставили. Потому что, когда мы формировали продукт, проект Московско-долголетие, мы говорили только о досуговой деятельности. Но вот за пять лет мы пришли к тому, что населению это интересно. А надо отметить, что наши принципы командной работы, это в первую очередь прийти и спросить у старшего поколения, чего им хочется. И на основании вот этой потребности помочь сформировать и представить ту или иную вот возможность. Конечно, население, оно тоже у нас разное. Мы с вами в кулуарах тоже проговаривали, что есть свои но. Кто-то еще не готов вступить в проект, потому что считает, что проект не для него, потому что он еще молодой, а проект для старших. И такая у нас есть обратная точка зрения. Кто-то считает, что неловко среди своих сверстников либо знакомых, либо семьи. Разные бытует мнения. И мы, конечно, каждое пытаемся услышать и работать. И одно из них, вот то, что я и говорил про трудоустройство, про самозанятость. И мы, конечно, не могли на это не отреагировать. Мы стали для себя тоже брать эту задачу для того, чтобы как минимум выпустить какое-то количество людей, которые пришли в проект Московское долголетие, получили знания. А дальше они это знание хотят реализовать. Не на дачах, не в кругу единомышленников своих. Хотя и такая возможность есть. А, кто-то выращивать огурцы может. И помимо этого мы даже сформировали, вы знаете, Центр Московского долголетия. Тоже по инициативе Сергея Семеновича в 2019 году стали развивать вот это вот направление. Вчера как раз он еще 15 дополнительных открыл. Таким образом, сегодня в Москве 86 центров Московского долголетия. И наш очередной QPI это 120 до конца года. Это тоже площадка, куда люди могут прийти, позаниматься, пообщаться в такой вот более дружественной атмосфере, не привязываясь к программе обучения, не привязываясь к графику расписания занятий и так далее. Но тем не менее, да, отвечая на ваш вопрос, есть такая потребность у населения. Мы не ставим для себя сейчас QPI, но в этом направлении работаем, потому что, как стало уж известно, спустя уже три года проекту мы стали задумываться не только про социальную миссию проекта, но и про экономическую миссию проекта для города, для населения. Тут разные спектры. Первый спектр это, вот, Алексей Николаевич тоже говорил про продукты, которые интересны молодежи больше, но мы посмотрели, что, слава богу, что у нас старшее поколение настолько сильно развивается, что даже бизнес-сообщество повернулось лицом к старшему поколению, приводя вот элементарные примеры, никогда сфера косметики, сфера гаджетов, компьютерных технологий, сфера спортивного инвентаря не была настолько развита у старшего поколения. В основном молодежь этим пользовалась. Но сейчас пришли в проект долголетия, у нас есть направление красота и стиль, где без этого, конечно же, никак. У нас есть направление спорта, скандинавская ходьба, вообще в пять лет уже в проекте лидирует. Направление компьютерных технологий лидирует. Это послужило такой прорывной точкой, когда в период пандемии мы были вынуждены на 180 градусов развернуть проект и уйти в онлайн-сферу. Для нас задача проекта была вытащить, попросту говоря, старшее поколение с квартир. Но программировать они пока не учатся. Они учатся. И программировать учатся. Они учатся и такому направлению. И мы, конечно, к этому не были готовы. Для нас в 2018 году была задача вообще в целом рассказать, что такое персональный компьютер, как использовать клавиатуру или мышь. Прошло три года, к нам пришли и говорят, нет, друзья, это все как бы уже все. А как уровень использования там Excel, например, базовый уже неинтересен, давайте нам более продвинутый. Значит, кто-то там фото-видеомонтаж, наше все. Ну, как бы вот социальные сети, это тоже наше все. И, конечно, люди идут за гаджетами, они начнут приобретать эти устройства, потому что им это становится интересно. Это одна сторона экономики. Вторая сторона экономики, когда мы, возвращаясь к межведомственным продуктам, понимаем, что, а где наше старшее поколение любит больше всех побывать? В поликлиниках. Это факт. Там сейчас очередей не стало. Там сейчас очередей не стало, и поликлиники стали совершенно другие, другого формата. Потусоваться. А мы делаем все возможное, чтобы люди использовали свой временной ресурс в полезных целях. Конечно, надо приходить в поликлинику на обследование, безусловно. Но есть определенная категория людей, которые стремятся прийти в поликлинику по самозаписи в пять раз больше, чем оно того требует. И занимает время наших врачей. И занимает свое время нерационально, но пообщаться и подышать в поликлинике им кажется легче. А мы им, конечно, говорим, друзья, а давайте-ка, вот ваше свободное время, пожалуйста, вы посетили поликлинику, все правильно, как пообслованию надо проходить, молодцы. Но дальше давайте заниматься спортом, давайте заниматься обучением, давайте заниматься творческими направлениями. Это еще ряд проектов, которые мы с департаментом здравоохранения делаем. Мы внедрили там и проекты тренировки долголетия. То же самое ЛФК со врачом-инструктором в стенах поликлиник для тех, кто прям вот не может выйти, что называется, с поликлиника. Они проводят с пользой это время. И занимают время инструкторы ЛФК. Мы понимаем, для чего мы это делаем. Следующий этап, когда мы внедрили рецепты долголетия, когда врач, авторитет для нашей целевой аудитории выписывает рецепт и говорит, все правильно, вот рецепт на лекарственные препараты, а вот рецепт на долголетие. Вам важно с учетом нозологии заболеваний пойти позаниматься, допустим, пением. Это прямо рецепт врач? Это рецепт врач выписывает, потому что пение улучшает вентиляцию легких. Научно доказано. Гириатрия подтвердила. Институт искусств, привет. И мы с этой историей тоже идем. Мы заходим к старшему поколению с разных сторон. Потому что вначале я говорил, что где-то и менталитет людей надо менять. И здесь тоже влияем на экономику, потому что высвобождаем ресурсы, более целостно и правильно ее используем. Без этого никак. Александр Анатольевич, я, знаете, вот пожалел, что мы не позвали департамент культуры тоже, потому что вот через эту самую субъектность мы сейчас выходим на какое-то общее понятие человеческий потенциал города, который складывается из разных наших отраслевых заморочек. Вот пушкинская карта у детей. Посмотрите, как в этом сезоне активно работают театры летом. Вот я такого не помню. Да, давненько не было. Да, что вот вы афишу откроете, да, и вы увидите. У вас тоже это ощущается, что дети стремятся в разных практиках побывать? Разные дети в разных практиках. Да. Или они все-таки замкнутые такие? Это мы сейчас идеализируем. Ну, не знаю. Мне кажется, что они, во-первых, ну, немножко обучены быть активными политикой образовательной московского департамента, все время куда-то ездить. Ну, вот я, если прихожу утром в субботу к школе, ну, к одному изданию, то она больше похожа на автовокзал. Потому что подъезжают автобусы, и группы стремительно, значит, в эти автобусы заполняют и куда-то уезжают. Кто-то поехал на университетские субботы, кто-то поехал на экскурсию. Это учителя заказали и поехали. Учителя заказали, вот там, Мосгортранс, если я правильно называю это название. Это не очень. Кто-то к метро идет, наоборот, там, чтобы, значит, на метро, да, их тоже так быстрее будет и так далее. Ну, там, я не знаю, ну, пять сотен, наверное, детей утром в обычную субботу можно встретить, которые куда-то отправляются, потому что, ну, город занимается их образованием. Ну, или создает, опять-таки, вот среду, в которой можно это образование получать. Поэтому, да, действительно, школьники стали активнее, ну, и понимают, что можно это использовать. А с другой стороны, пушкинская карта пришлась как раз вовремя, как бы это можно еще и, к тому же, вот привлекательно, бесплатно. Я хотел Алисе Николаевне подарить картину вот эту. Она говорила, что урок должен быть как учебная задача. И вот пока не начал нас Михаил Владимирович обменять, что мы ничего не помним из того, что было. Вот это середина 19 века. Любимый Богданов Бельский, который рисовал многонародные школы, это вот школа Рачинского. Школа Рачинского, да. Да, правильно помню. Вот тут действительно есть такая высокая заинтересованность у детей, чем они занимаются. Устный счет. Устный счет, да. Да, совершенно верно. Ну и здесь явно учитель предложил эту задачу, потому что вряд ли дети сами ее написали на доске. Но тем не менее, вот, что мне понравилось, ну прям зацепило в словах Ливона Николаевича. Мы, говорит, приходим к ним и спрашиваем, а что вам хочется? Вот мы такие, да, Алис Николаевна, приходим в класс, открываем, дети, а что вам хочется? Это просто шок будет. Говорим, нет, дети, у вас устный счет сегодня. Давайте-ка заинтересуйтесь, как следует. Лица сделайте вот такие, как на этой картине. А тут... Ну, Рачинский зацепил, он зацепил их этой задачкой. Да, нет, безусловно, безусловно. Но все-таки это два совершенно разных подхода. Мы сейчас с помощью манипуляции объясним, что вам хочется, мы образование. И вот люди из прекрасного параллельного учреждения говорят, что давайте мы лучше спросим. И получим прекрасный KPI. Люди идут учиться программированию, получают профессии, оформляют себе, значит, льготное налогообложение, чтобы заниматься предпринимательством. Не, ну рекомендации они тоже дают. Ну, без этого у нас никуда. Нет, ну тоже манипулируй. Хочешь, опять должен, потому что у тебя проблемы есть. Да, да, спасибо, Лич. Спасибо вам. Мы уже приблизились к концу нашей дискуссионной площадки. Я думаю, что все эти направления, которые звучали по партнерству образования и необразования, сквозная линия субъектности, это для нас большой вызов, потому что разные отраслевые кооперации, как их собрать, как их систематизировать, какая проблематика и с какой динамикой в этих кооперациях живет. Все это предмет нашего исследования и наша миссия осознать и предложить, как это все может развиваться за счет определенных искусственных влияний в том числе. Продолжим наши дискуссионные площадки в соответствии с ранее собранной тематикой. Всем удачного финального дня! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok